Добрый вечер, дорогие мои! Вы на канале Привет Ангелов. Иду из нашей прокуратуры. Пригласили по поводу ответа Генеральной прокуратуре, до которой дошел мой вопрос о тех недостатках, которые я увидел на производстве рекреационной тробы. Или это называлась программа реконструкция озера Пестяковское. Указывая там на недостатки, я хотел сначала, чтобы наша прокуратура районная на них обратила внимание. Она этого не сделала и дала отписку. Потом я обратился в областную прокуратуру. Она ту же самую отписку, которую дала районная прокуратура, добавила еще водой. И опять прислала, ничего, как говорится, не предприняв. Ну и пришлось написать в Генеральную прокуратуру. И теперь вот предписали нашей прокуратуре со мной побеседовать. Я был у зам прокурора. И указал на те недостатки, которые я указывал раньше в роликах, которые, на мой взгляд, так и остались. Но я сейчас стою около этой тропы. И тут появились недоскатки, о которых мы с вами говорили еще при производстве. А вот они теперь все и вылезли. Но первый недостаток никто не чистит. Как и предполагалось. Здесь снег, снег утоптанный. Теперь он немножечко подтаял. И внизу там лед. Вот, и представляете, если раньше была просто гладкая, как говорится, дорожка, и были перила, за которые можно было держаться, а за эти как вот будешь держаться? Снег хвататься никто не будет. Так вот держаться это неудобно. И поскользнувшись здесь, посчитать ребрами эти ступеньки, мне кажется, не самый приятный для жителей Пестяков случай. Но выслушали, правда, очень хорошо. Среди недостатков, например, я указал и то, что здесь у источников нет ограждения. То есть вы заходите, поскользнулись и туда упали. Хорошо, если ногами просто поскользнулись и упали. А если головой? А если ребенок? Есть норматив, что тут должен быть барьер не меньше 60 сантиметров. Когда ступенька была ниже этого колодца, в прошлый раз брали, это преграда была, никто не подал. А теперь смотрите, вот какая налетит. Прямая нога идет туда. Вот этот недостаток надо устранять. Естественно, лучше бы его устранить, сделав ступейку, и тогда уже как естественное ограждение этот колодчик будет. Но это нарушает правила безопасности. Так, тут все возобновили, с иконочки появились. Слава тебе, Господи! Отче Николай, моли Бога, о нас! Естественно, шла речь об этих деревьях. Я говорил, что их надо было убирать до того, как начали делать эту тропу. Несколько обязательных признаков есть. То есть, есть безусловные признаки, говорящие о том, что дерево подлежит сносу. Ну и среди них это возраст деревьев. Эти деревья посажены в 70-м, 75-м году. А больше 40 лет им не должно быть. То, что они стоят в воде, еще сокращает этот срок в два раза. То есть, они больше 20 лет здесь не должны были быть. Ну и толщина деревьев. Там по нормативам 1 метр толщина деревьев. Я ходил, когда-то мерил. Вот это мой обхват. Больше метра. Сколько он? Метр, наверное, 20. И это половина дерева. То есть, вот это дерево 2,50 примерно будет ширина. Обхват, окружность. Ну, это же не норма. Это значит, дерево подлежит обязательному сносу. Вот эти сухие сучья, раздвоенность деревьев, тоже безусловный для сноса признак этого дерева. Вот это дерево по раздвоенности и по наклону сучьев давно должно было быть уничтожено. Ушахват-то у него еще больше, чем полагается. И поэтому по зеленым насаждениям оспорить сложно. Эти все мои показания, но есть и по самой дорожке. Как я и говорил, никто не сделал опору для ноги. Вот, глядите, поскользнулась нога. Вот она скользкая сейчас здесь. У меня ботинки такие не скользкие. Вот она. И куда ты попал? Все, ты упал туда вниз. А есть ли это инвалид? А есть ли это ребенок? А есть ли ребенок вот с этой высоты хлопнулся? Здесь обязательна должна быть как опора для ног, так и перила должны быть. Когда высота дорожки от земли выше 20 сантиметров, а 20 сантиметров это вот сама доска, которая векомлена. Вот, эта доска должна была лежать прямо на земле. А тут еще стоят опоры. То есть в некоторых местах почти до метра доходит эта высота. И поэтому здесь обязательна должна быть ограждение поставлено, чтобы ни дети, ни коляски, ни инвалиды туда упасть не могли. Ничего этого не сделано. По этим деревьям те же самые вопросы. Сухие сучья. Это повреждения. Но они подопилили маленько сучья-то, смотрите. Все-таки пошли на то, чтобы облегчить немножко крону. Ну а это дерево, оно же стоит в опасном наклоне. У них сучья с опасным наклоном. И поврежденное это дерево, как и это дерево, поврежденное все дятлами. И сухое. И этот признак тоже нельзя было пропускать, создавая эту дорожку. Что в этом источнике? Давайте посмотрим, что происходит. Ручки нет. Открыть можно. И в этом источнике пока наледи нет. Видимо, никто не берет здесь воду. Просто приходит кто-то, возможно, погулять. Ну ладно. Но так как эти источники теперь имеют поверхностную воду, даже в ответе прокуратуры и администрации сказано, что здесь вода поверхностная, то должен быть за ней контроль. Нужно брать ее анализы и сообщать населению, какая здесь вода. Никто и здесь уж тоже точно никто ничего не чистит. не чистил и чистить никогда не будет. Это было понятно с самого начала. Поэтому я вновь указал на все эти признаки, на все эти недостатки. Извините, не могу смотреть в камеру, потому что здесь темно, и поэтому я дорогу не вижу, когда смотрю в камеру. Сейчас я даже чуть подальше отведу. Но разговор в прокуратуре мне все-таки сегодня не то что понравился, а более-менее удовлетворил этот разговор. Еще кто-то живет в этом гараже. Надо же. Ну и в том числе вот этот недостаток, что здесь поставлена вот эта мусорная свалка на расстоянии 12 метров от детской площадки при нормативе 20 метров. Но, как я понял, никто из нее ничего забирать не будет. Она сделана под машину, которой у нас нет. Что-то должно открываться, грузиться. Ну, в общем, ладно. Но, тем не менее, не там поставлено, где полагается. Так вот. Мне говорили, что никаких этих нарушений нет. Что тут приходили какие-то специалисты и обследовав, уверяли, что ни деревья не аварийные, никаких нарушений у этих деревьев, никаких ущербностей нет. Да, кстати, по этим деревьям я тоже сегодня еще раз написал, что они тоже аварийного характера. у них тоже все эти признаки и сухости, и гнили, и листва опадает раньше. В роликах там это указано. Ну, будут, видимо, еще проверять. Те признаки аварийности, которые я указал, визуальные, их проверить можно в любое время. Там мне в одном ответе написали, что только в марте теперь можно вернуться. В марте начинают дополнительные признаки изучать, как листва растет. А уж толще или тоньше дерево к марту не станет, и болотистые почвы никуда не денется. Поэтому я настаиваю на этих всех недостатках, и я утверждаю, что они должны быть устранены. иначе эта доступная среда может быть опасна для маломобильных граждан, детей, беременных женщин, инвалидов, пенсионеров. Это все беззащитные граждане. У них должна быть правильная доступная среда. Причем, самое интересное, я вышел из прокуратуры, а у них крылечко-то там всего высотой один метр. Но сбоку от крылечка сделана правильная доступная среда. И перильцы двойные сделаны, и площадка, по которой можно заехать, не скользкая. Но у нас сделаны у пятерочки очень хорошие доступные среда, у почты правильно сделаны, и перила как надо, и все остальное. Почему здесь не захотели делать, я вообще не понимаю. Какая-то просто была, на мой взгляд, глупость, на мой взгляд. Ну, почему бы не остановиться, не задуматься? Вы помните, что с первого обращения на площадке главе администрации я хотел все это высказать, и дальше высказывал во всех роликах. И прокуратура все это могла бы давно со мной побеседовать, и выяснить, пойти и проверить. Нет, давайте отписки делать, давайте значит все как нам хочется. Но у меня есть радостная весть, радостная весть. Смотрите, по задумке или по гранту, который должен был, который выделили заплатить за этот за эту дорожку должны были и за этот пляж 24 миллиона рублей. Деньги большие, я считаю, что на эти деньги можно было действительно хороший большой пляж сделать вот на той территории, где эти деревья растут, их снести, дорожку не делать вдоль озера, не мешать тут сделать песчаный пляжик, дорожку сделать от озера метрах в трех, например, уж если вы хотите такую, или лучше вообще не делать вдоль озера, ее и так проложат по-другому, а был бы песчаный пляж, сколько бы места расширилось, как можно бы было хорошо, да и сократить можно было все эти затраты с еще ну на миллионов, я думаю, на 4, а то и 5, сколько там вот эти сваи стоят, стоит работа этих машин с этими сваями, я думаю, недешево, и поэтому планы были на 24 миллиона, потом на встрече с областным прокурором, да, по-моему, и на встрече с губернатором, наш районный прокурор озвучил, что будет 18, в общем, на 6 миллионов меньше, уже хорошо, но когда я увидел, что, во-первых, переделывают по несколько раз, там, площадку переносили, вот эту мусорную два раза, дорожки переделывали, я тоже вам все это показывал, одна компания сделала так, другая сделала по-другому, это двойная тройная работа, качели два раза закапывали, выкапывали, по-новой ставили, ну и все остальное, я никак не думал, что 18 миллионов, думал, что они все это делают для натяжки за 2-4 миллиона, но сегодня услышал от прокурора, от зампрокурора, что цена проекта 14 миллионов, 14, то есть взяли за эти работы не 24, а 14 миллионов, я его спросил, а как же, у них же было выделено 24 миллиона, а он сказал, вернули государству 10 миллионов, вернули, и тогда сами себе решите, куда бы делись эти 10 миллионов, если бы их не вернули, а вернули потому, что на каком-то этапе все-таки поняли, что цены завышены, что нельзя по таким ценам сделать, и то, что сделали, оценили вот в 14 миллионов, и для меня результат хороший, то есть если администрация смогла и страдить 14 миллионов государственных, все-таки не знаю уж как приняли, не приняли, как они с теми нарушениями, которые я указываю, вообще могли это принять, я думаю, пока они их не устранят, это будет все время претензии, как один поскользнулся инвалид, так может в суд подавать, точно выигрывает, точно выигрывает, как одна коляска упала с этого помоста, мама может в суд подавать и сто процентов выигрывает, как моральный ущерб, который можно выставить любой, ну вот напугалась я за ребенка, молока у меня стало мало, и предъявляем миллиончик, только не делайте специально такого, а то это будет подстава, так вот все мои обращения и вся моя вот это как говорится напряжение привело к экономии в 10 миллионов, так что вот еще раз повторяю, государство, государственные власти сумели истратить 14 миллионов, сделать на них эту дорожку, а я своими усилиями сумел сэкономить 10 миллионов, ну я думаю хороший такой внос, взнос в государственную экономику, если каждый из нас будет так относиться, то можно сэкономить достаточно много, но теперь ведь можно и попросить эти средства еще на продолжение, на 10 миллионов можно много еще тут чего сделать, хотя я еще раз повторяю, что в этом году программы прошли у нас в Истяках вот такие ремонтно-строительные почти на 200 миллионов где-то, то есть если я на 24 миллионах смог сэкономить государству 10 миллионов, то получается, что из программы в 200 миллионов можно было сэкономить миллионов 90, представляете? а на них сделать ой-ой-ой, что можно вот так вот такие результаты не знаю, как ответит мне на сегодняшнюю беседу, что прокуратура укажет в том числе в предписаниях администрации я хотел бы видеть, хотя у меня есть слово от администрации, что они весной уберут проскочил свой вход уберут все эти деревья опасные и будет там легко и свободно все так что не смущайтесь обращать на все это внимание больше того все социальные проекты они обязаны с общественностью согласовывать и слушать общественность я слышал от одной здесь нашей общественности как они съездили группой посмотреть на все это и были недовольны и что их недовольство как-то выразились или как-то отреагировали на него нет нет но здесь ты сейчас смотрите какая проблема ведь наша и не может администрация ничего теперь делать теперь этот объект на 5 лет находится на гарантии у фирмы которая его сделала и если уже подписали акт готовности то все остальные претензии администрации сможет только судом от них вытребовать ну или я думаю что предписание и прокуратура может что-то решить не знаю я все-таки попробую добиться того чтобы мне показали акт приемки в конечном итоге но пока услышал от прокурора что кажется его еще нет а хотя и будет мне никто ничего не скажет так что всем здоровья социальной активности патриотизма она именно в этом наш патриотизм до свидания до новых встреч субтитров субтитров